Андрей Басков, у него был пройти в тимонном прошлом, Борис Малинович, пожалуйста, Вашкаф, Ким Тайманович. Полностью проиграли игру, проиграли единоборство и в защите не выполнили установку тренера, то, что нам говорили перед игрой. Конечно же, сложно комментировать игру, когда такой громадный разрыв в счете. Но, прежде всего, большой очень провал произошел во второй четверти, во второй половине второй четверти, когда мы практически 17 безответных очков пропустили от соперника. И это, конечно, повлияло на исход встречи уже во второй четверти. Мы сделали колоссальное количество потерь, 24, это очень много. И чувствовалось, судя по всему, на нас очень сильно повлиял этот перерыв, который двухнедельный между играми. И ребята не совсем сконцентрированно подошли к этой игре. Ну и, естественно, Днепр очень сильная команда, чемпионская, поэтому она не прощает таких ошибок. Поэтому, естественно, полностью сегодня провалили встречу по многим показателям. Будем делать выводы и готовиться дальше к Одессе. В первой шести бросков уже команды, опять было из-за других. То есть это была такая установка, забросать, поймать бросок, что это было все симпатично? Была ситуация того, что при подстраховке с дальних сторон, когда играл на лопосте наш большой, необходимо было действительно разбросать мяч по периметру и выполнить подготовленный трехочковый бросок. Но, к сожалению, ребята сделали их поспешные и не на 20-й секунде, а в начале атаки. Поэтому такой результат. Естественно, пять подряд трехочковых никто задачу не ставил. Нужно было балансировать между проходами, между пик-н-роллами и трехочковыми бросками. Но, к сожалению, не совсем правильно распорядились мячом именно в начале. Но, опять же, если говорить дальше, то не только эта ситуация повлияла. Еще дальше можно было исправить ситуацию, поймать свою игру и навязать сопернику борьбу. Но, к сожалению, этого не произошло. Спасибо.